Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Слышишь? Слышу, да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Но главное-то, что наше занимает центральное место. Это что, о чем-то говорит? Конечно, говорит. А вот это... Подожди-ка. Сейчас я тут... Мне нужно было, и дай много стрепетов. Такой... А, вот это можно. Вот. Ну, это надо все показать. Вот, Игнатий Ильич, я показала. Вот смотри. Мы сейчас маленько, погодя, сделаем ролик. Сейчас ребята помолятся. Я-то раньше встали, помолились. Вот. Видно или нет? Видно, отсвечивает. Ну, качество плохое, конечно. Ну, а что там? Качество плохое, но все-таки я вытащу и покажу без... Это... Не видно, да? Не, не вижу, Игнатий Ильич, не видно. Ладно. Дело, я прочитаю его. На бланке нас попросили. Генеральному директору издательства «Русский дом» Крутовой. Прошу вас выделить Крестоводвиженскому храму в качестве благотворительной помощи 20 экземпляров журнала «Русский дом» номер 3 за 2014 год. В этом журнале есть статья про нашу деревню «Потеряевка». На статье храма про Таилей и Аким Лапкин. Телефон, кто-то другое там проще. И вот это они попросили. Все это с печати мы. И в Москве мы с ними встретились. Они выходили. Да что самое интересное. Эту статью ты написал корреспондент, который стал спецкорреспондентом их, из Мамонтовского района Алтайского края. Эту статью ты написал. И эта статья была у них помещена. Вот она где. В этой деревне огни не погашены. Но он хоть за какой год-то, какой годы нету, да? Год 2014-й, за март месяц. Это журнал, он такую цензуру проходит. Инна Тиксель, это о многом говорит. Он такую цензуру проходит. Написано по благословению патриарха Алексея II. Для тех, кто любит Россию. По благословению тут, там, с одобрения Крестьянкина и Гурьянова. Ну вот самое интересное. Они вышли на нас, там Андрей, видимо, корреспондент. И эту статью написал журналист, который в Потеряевке был перед нашим отъездом. Статья хорошая. Вот это в этой деревне. А на следующей две страницы еще 10 фотографий. Вот она где. Вот в конце я стою с голубем. Ну, видно, что это не подделка. Но самое-то странное и страшное. Журнал уже, материал принял, сообщают. Я через модератора держу связь. Но мне наказ. Никому не говорите, что материал приняли. Его сразу снимут. Теперь. Материал напечатали. Никому не говорите. Иначе журнал весь изымут. Это уже не человеческая злоба. Это уровень какой. Из этого. Потому что это вы. Это на мне. Они меня за кого считают, пока я не могу понять еще. Или за Антихриста, или что-то ниже этого. Вот журнал уже пошел. Еще помолчите маленько. Через неделю он уже поступит везде в продажу. Тогда открыто можете говорить. Мы так и сделали. Мы молчали. И вот я к ним пришел, когда это прочитали, договаривались о встрече-то. Ну, на 20 журналах. Расположенность такая, что 60 журналов. И кроме того, 11 журналов других номеров отложили. И это в общей сложности выразилось примерно 60 килограмм. Это столько они для нас дали, мы за все расписались бесплатно. То есть, сами они расположены, не расскажешь как. Ну, я им дал книги свои, как бы подарил. И если настоятель, значит, скажет, ну, уже я полный комплект подарю, ну, пока дал там новый завет, для Слово Божия нет, тусы. Ситуация-то какая. Когда вышел в них материал Игумен Игнатий Душеинов, тоже Игнатий, о крещении, то брошюрка-то разворачивается, она как брошюра о крещении, и на одной стороне, вот которая у нас основной, которой вы делали визитку, отец Аким крестит. И они ее продают у нас там в Ребричинский район в Клочке, откуда сестра Валентина Сартисону, у которой мы сейчас находимся. И кто-то сказал, вот фотография-то в Потеряевке крестит. А там Игорь Чернодаров, священник. Как? Он не знал нас, он не видел. Мгновенный изъять брошюрки, которые по благосценению Патриарха России 2-го, брошюрки, только одна фотография на корочках, она как красная тряпка на письме. это в каком году было вот это, когда изъяли? Мамбаля, когда это было? Ой, это где-то, наверное, в 10-м или 11-м. В 10-м или 11-м, говорят, Гаваду. Представь себе, и теперь к нам поступает сообщение, видимо, они сообщили, что фотографию, которую из интернета выбрали не мы, про эту брошюру про крещение не мы, что Патриарх Алексеев 2-й благословил брошюру и на первой странице благословения не мы, ничего не знаем. Но в других, где продавали, стали изымать ее, брошюру. Из одной фотографии. Это на уровне патологического изменения психики человека. Значит, чего там мы стоим? Фотографии. И там ни одного слова нашего нет в брошюре. Только одна фотография. Притом лучшая из лучших в интернете. Иначе бы зачем они ее брали-то? И вот эти фотографии. Но они не везде достигают. Марина Влади, жена какая там, третья или какая, Высоцкого, она издала «Влюбленные в Россию» или как там, что-то такое. И там наши фотографии. Они, знаете, как алмазы сияют. Но остальные там то сосны, то... Она издала мощный такой журнал. И везде надписи из этих, из разных классиков. Классики на стороне написаны. Все цветной, толстые такие страницы. И она взяла три или четыре фотографии на развертку. Внутри. Наши. А это Каспришин, там уж и... А эти журналы где-нибудь есть? Где-нибудь они есть? Вообще эти журналы? Есть. Есть этот журнал, где-то у меня его нету. Ну, легко запомнить. А Россия, Марина Влади, это где-то в прошлом, позапрошлом году, вот в это время. И мне его принесли, показали. И там Наталья наша сидит с ребенком, и написано Мадонна. Ну, и действительно, не создать такой снимок. И его нельзя создать, это икона. Вот. И вот это сейчас, этот журнал, вот этот, «Русский дом», меня умоляли сколько раз, только нигде не вылазьте, что его издают. Вот он, «Русский дом». «Русский дом», это же есть и канал такой тоже, «Русский дом». Но, тут, вот первое, так и начинается, я читаю, вот смотри, я говорю, учтительное стекло, и читаю. Журнал издается с 1997 года по благословению патриарха Московского Сеару Иси Алексея Второго, одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви, свидетельствует, журнал «Русский дом» зарегистрирован где? «Русский дом». Это же самое написанное и вот в этом журнале, «Славянка». 35 тысяч экземпляров, тут в корочке, и все такое, как кожа какая. Но они, в основном, это пустые, но из детства, крещения, это они в интернете берут наши снимки, разные журналы, журнал «Фома», такой большой журнал, православный, тоже по благословению. Игорь Тихович, а ссылки нету, ссылки, автора статьи. Когда перечисляют фотографов, перечисляют снимки, такие, в числе перечисленных наших нету. То есть, они даже побоялись, которые делают это с любовью, побоялись там вышестоящих, иначе по авторам можно будет найти. И то, что снимки о нас, тоже нигде слова нету. То есть, мы как инкогнито присутствуем, и неизвестно, кто эти материалы печатает. Но в центральных журналах православия, вот доказательство тем, вы нас не любите, но что мы любим, любите дела наши, любите снимки наши, любите ролики наши. А злоба отнимает разум, Исидор Пилосиот говорит, и предвзятость не дает здравого мышления. Это его слова. Так что, и наши путешествия, они будут сквернить со всех ног. Но, мы определенно и четко скажем, если оно даже привлется сегодня, его никогда не было, и никогда не создать. Вот сейчас был я у Жаны, я оставил пять экземпляров, полных, по 38 книг. Или 37. Некоторые уже кончились. Это для нее, для того, кто устраивал встречи, что в Англию не пустили, для Лондона, для Шотландии, для Ирландии. И они сказали, за ними приедут. Вот так. Я с ней связался, она уже ролики, где вы в библиотеке, это греческие библиотеки где-то, да? А как этот Евгений-то, с Екатеринбурга-то? Он помогает все, мы же с ним вдвоем занимаемся роликами. Ну, ему передайте поклон, он интересный человек. жертвы, но что интересно еще, мы старались, чтобы необъемно были деньги-то, и когда получали, меняли свои туглики деревянные, это на евро, то бумажки синие под 500 евро, а их нигде не принимают здесь. Большие деньги. У нас любую пятерку там, дай, красит, везде примут. Здесь ни на заправке, нигде. И мы с деньгами без денег. Да уже, кое-кое как тут, кого просим, Жанна там, мама у нее побежала, одну разменяла в банк, еще где-то. А вы не наш клиент, и не меняет. Ужасно даже, хитро-мудро. Но тут вот, наши люди, которые помогли нам. Наши же деньги, на приемлемые ими, более мелкие, не разменяешь? Ну, вот все-таки сделали. И теперь, как доехать, и как будет, что, дальше мы не знаем. Ну, думаю, в воскресенье поехали. Так, подрассчитали, сутки потратили здесь, ну, и там, Осло, от Осло до Стокгольма, от Стокгольма до Сельс. Ну, мы что-то искали, искали, и ничего не могли найти. Какой боже, ничего не могли найти. Не могли ничего найти. Ну, А мы даже издательство не могли найти. Ну, я ничего не могу найти. Это я в интернете найду, у них в интернете должны быть каждые журналы, как говорится, перечень журналов таких. Внизу, вверху, слева, 12+, славянка, православный, женский журнал, золотой выпуск. Стоп. Вот это из серии, там, где вот журнал сама выпускается. Энциклопедия православной семьи, дальше написано. Ну, это уже просто не знаю. Вот. Я это все смотрю, ничего не могу найти. Нам много, много темное. Фантастические журналы. Да, такие. Славянка. По благословению Святейшего Патриарха Московского Диана Сергеевича Второго, православной женской журналы, специальный выпуск номер два. Вот еще нашел. Номер два. Номер два. Так. А какой год-то? Ну, наверное, этот год. Это прошлый год. Прошлый год. А-а-а-а. Главный редактор Сергей Тимченко. Ну, из Альсовского Совета. Тут куча, 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 куча. Данные их отпечатаны 35 тысяч. Редакция благодарит кого? Выпуска существов при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Вот. А интересно, вот этот журнал, «Русский дом-то», вверху прямо на корочке написано «Журнал для тех, кто любит Россию». А который про нас статью написали, я сейчас прочитаю вам ее, маленькую, называется так, «Влюбленный в Святую Русь». Все три слова с большой буквы. «Влюбленный в Святую Русь». Вам слышно? Да, я слышу. А дальше написано, «Миссионерская проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Латкина просто потрясает своими масштабами. Откуда берет силы? Бог помогает». Коротко отвечает он и добавляет, «50 лет назад встреча с Христом преобразила мою жизнь». Кавычки закрыты. В 2012 году Латкин предпринял беспримерное миссионерское путешествие по России. Ради этого путешествия был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака проехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович оставляет в подарок свои книги, а издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Ради того, ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопроса, которые мы задавали во время лекций в техническом университете, в тюрьмах. Отдельно был издан великолепно оформленный с цветными иллюстрациями Густава Даре «Трехтонник Нового Завета», «Закладочки», «Света Российского флага», о комментарии, «Игнатия Лапкина». Эти книги были подарены В.В. Путину, Д.А. Медведеву, патриарху Кириллу. За время поездки по стране распространили более 6 тонн книг. Не 6, а 12. Он просто тут... За день Газель преодолевала более тысячи километров. В 2013 году состоялась еще одна поездка. Теперь позади остались Кавказские республики, а даже 15 стран. Среди них Германия, Австрия, Сербия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. За 2 года намотали 80 тысяч километров. И на этом Игнатий Тихоич останавливаться не собирается. В, наши планы дальнейших миссионерских путешествий. Покирилляйский Лапкин показал мне старинный колокол, дар от людей, которых он спас от беды, и даже дозволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. Ощущение, что уплывающий в окрестные дали колокольный звон уносит все ненастоящее, несвойственно человеку ощущает душу. Вот так и братья Лапкины бьют в России колокола, и свои потеряевки словно созывают вернуться в потерянную нами Русь. Владимир Васильевич Ритунский, спецкорреспондент Русского дома, Алтайский край, Русский дом, 3 номер, 2014, год, 47 страница. Это только я часть прочитал. О фотографии епископ Московской патриархии Максим, ныне Елецкий и Лебеденский, братья Лапкина в Потеряевке. Вот я стою, епископ... Вот. Маленько показать хотя бы. Ну, плохо видно, наверное. Дальше снимите. Тут я стою с гитарой. Я не игрок, просто вот уже. Ну и батюшка тут принимает. И дальше про батюшку писано. Батюшка запрягает карагиозы. На лошадях едет, и одна лошадь бежит. Ну, тоже не видно, в интернете у нас можно найти. На сайте. Все это есть. Вот такие статьи. И с какими предосторожностями они ни одной статьи так не печатают. Это чего-то стоит. И зачем бы они нас вытягивали, рискуя сами чем-то? А когда уже напечатано, сейчас уже не вернуть. И мы там в редакции-то были, я спрашивал, ой, какая статья. И когда сказали, что это мы, там полезли люди увидеть нас, помогают. А эти, которые журналы, мы просили там 20, ну а их дали 11, 10, ну может быть сотни-три. Я им сказал, что мы в других странах их оставляем. Я их разложил по номерам, остальные для России. Вот так. Правила, какие в Потеряевке, он пишет про деревню-то, вот. А потом говорит, решаясь проверить свою благонадежность у Игнатия Тихоновича. Благонадежа Тихоновича как-то. А меня, если что, возьмете на проживание. Лапкин накидывает меня испытующим взглядом. Знаем тебя давно. Про поселок писал честно, без вранья. И куришь, не пьешь. А как насчет матерщины? Обойдусь бы он, а в Игнатий Тихонович. Подходишь, выносит он вердикт. Борду только надо будет отпустить. Люди-то считают это все. Но он ваш, барнаульский, да? Нет, он мамонтовский. Он начал писать не о Потеряевке, а о лагере, когда еще мы не начинали строить. 23 года примерно назад. И это его статья, для слова Божия, не отус, ритудский. Там его несколько статей. Ритудский. Ни разу не соврал нигде. Это редкий случай для журналиста. И там все пропечатано. Как он первый раз приехал, первая встреча, я был босиком, как выгляжу. И здесь он все это описывает. Жизнь в Потеряевке нельзя считать идиллией. Надо много трудиться. И не только физически, но и духовно. Но здесь и остаются те, кто не приемлет праздного и бесцельного существования. Еще один маленький, но о многом говорящий штрих. Отключаясь куда-либо, хозяева домом не запирают двери на замок. Просто приставляют к ним палочку. Она обозначает, что хозяев дома нет. Проведем у себя в селах такой эксперимент. Вопрос. Правда, полиция может не одобрить. Потом были посещения храма детского православного лагеря Стана. Сезон, правда, уже давно закончился. И детей там, конечно, не было. Но все строения и сделанные из подручных средств, спортивные снаряды мы посмотрели. Самодельные внушительные виды качели продемонстрировали в действии Игнатий Тихонович. Несмотря на свои 74 года, он в отличной форме. Как всегда, быстр и подвижен. Мы еле за ним поспевали. Конечно, осмотрели знаменитый подвал на территории лагеря, в котором много лет назад была тайная подземная церковь. Сейчас надобность конспирации отпала, и подземелье стало обычным хранилищем для соленья и варенья. Бывают потеряевки. Всегда удивлялся сам себе. Казалось бы, не всяческие строгости, правила, основанные на подлинно православных канонах. Нелегкий труд. Нет кинодосуговых и прочих культурных центров. Но почему-то чувствуешь себя как рыба, которую вдруг подняли с раскаленного песка и снова выпустили в воду. И ведь не я один так думаю. 15 лет назад корреспондент «Алтайской правды» Краевой газеты Олег Логин по этому поводу написал очень хорошо. Кавычки. Еще затемно я приехал домой из потеряевки и лег спать, стараясь дышать осторожно, чтобы в раз не выдохнуть, не означает весь воздух потеряевки. Пусть останется хоть капля, хоть еще один вздох. Он приезжает домой, мамонтовка. Это районный центр. Из потеряевки. А жена каждый раз спрашивает, что с тобой, Володя? Я, говорит, внешне даже меняюсь. Я говорю, да во мне воздух потеряевки. Что-то было интересно. А хулять или хулять? Они разу не были. Нашим воздухом не дышали. Да, я представляю. Я сам, я хоть и не был, а все равно пропитан этим воздухом. Ну, это любовь. Вот мы были, я говорю, самое большое свидетельство у нас было в Турции. Когда нас запечатали и хода нету, и окружили разные там беляги, требовали выкуп и проще. 100 долларов, потом переменились. 100 евро. Потом 200, 300, 400, 500, 600 евро. Я так сказал, ничего не делать, никому не давать. Выходим на арену. Вот то сюда. Игнатич, а я вот этот ролик-то выставил, где вы рассказываете про эту таможню, где вас там на деньги-то разводили. А как вы, это самое получилось-то у вас это, с ними договориться? Молитва никак. Это невозможно было договариваться. Главное, что никто не разговаривал и не принимал. В Турции-то ни одного русского человека. И по-английски не договорился. Никак. Мы просто стояли, молились на коленях и простирали руки. Я просил у Бога. Наши почти отдыхать, а я на молитву. Еще три часа. И простирали руки, и Бог посетил меня. Просто в слезах, говорится, асфальт был. Больше ничего не было. Молча мы простирались перед Богом. Как он, что выставил у вас? Это я знаю. На тебя, чтобы ты знала, что такое библиотека. А, они доставили. Вот библиотека, попутно прочитаю. Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений. Но если библиотеки есть, культура не погибнет в такой стране. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Мы это и делаем. И мы молились. И что интересно, мы молимся. Повернулись назад. А напротив, которое там фиксирует, люди-то стоят, фотографируют это. Но регистрация идет. И оттуда регистратор, чтобы несет стаканчик и с чаем нас угостит черное. С чаем. Вот и с чаем. Понятно? Вот что делает Господь. И потом, когда уходили, я, конечно, подарил начальнику книги. Им, который здесь один трехтонник разбил на троих. Ничего не было здесь. Только была молитва и слезы. Беседовать некому, говорить некому. А мы кладились, они видели. Ну, как-то по-мирски-то можно это объяснить, как это произошло. То они требуют и денег, там кучу денег требуют. И тут дроп пропускают. Как это вообще? Две дни официальные, которые вокруг, которые там, видимо, уже работает мафия, как у нас называют, кодлы. И они с ними советуются. И как-то связано с начальством это дело. Но тут, когда они уже, смена у них произошла, утром они пришли, они друг другу передают в круговую. Они нас уже ухватили. Но когда этого нового привели, они, а эти, которые пасут нас, они по-русски понимают. И этот, который новый подошел, видно, умный, он только подошел ближе-то, а мы молимся, он вслух говорит, этих нельзя. Этих нельзя. И когда мы повернулись к нему, он сразу попятился назад и отошел. И после, когда проходил ближе тех метров, ни разу не подошел. Только появляется ему на молитве, его как ветром вздувает. И когда уже все пошло к концу, они подошли к нашей машине, сели, такие печальные сидят возле нашей машины. Машина-то далеко стоит, а мы видим, подошли и сидят. То есть они нас уже обратали. Они уже нас взяли. Но ничего не получилось. О, а полы разорванные. Это не молитва сделал, это сделал Господь по молитве. По своей неизреченной милости. Ну а когда выехали, дальше уже у нас там остановились. Это же обратная сторона Черного моря. Дальше Стамбул будет. И все проще. Мы думали на НКУ сначала поехать. Но там ничего нет. Нет ни одного русского. Но вот самая мощная, когда говорят потрясающие фильмы, я слово потрясающее сказал, убрать это все. Но только на молитве можно употреблять. Вот это было потрясающе. Земное небо соединились. Это надо было видеть. Я привычный ко всему. Но снова такое потрясение, что ни есть, ни охота, ничего нет. Едешь и внутри, как облако какое светлое. Я не знаю, это вообще немыслимо. У меня в голове не укладывается. Я ездил вот на Украину, там в Беларуси, в Польшу на машине ездил. Ну, это тяжелейшая поездка. До Польши доехать, это, я не знаю, это такие потрясения. А вы едете вообще непонятно куда, по всему миру. Как это вообще можно определить? Так это 12 часов промрыжили. Ни туалета, ни собаку прогулять. Но здесь вдруг решили с собакой выйти за зону и зайти обратно. И туалет прямо вместе с охраной, где там вот охранники есть. Туалет самое главное. Туалет это главное учреждение за рубежом. Нигде нету. Но нам Бог открывает. Вот сейчас мы были где? В Мадриде. И никак. И вдруг какой-то негр показал где. спускаться вниз 60 ступеней ниже уровня земли. И там еще гаражи и прочее. Это уже в Мадриде, Испания. И когда мы здесь стояли на молитве, это надо было видеть как. На молитве нас никто не толкал, не трогал. Когда мы поворачивались, уже после молитвы, мы молитву-то чередовали, поворачивались, стояли. Как только у меня у нас есть обстановка, простояли минут пять я снова на молитву. Мы на коленях поднимаем руки. Одни турки идут, и одна русская проходит у вас с чем-то проблема. А видимо, это с ними сговоренное. А вот такое. Нет, тогда придется заплатить уже 100 евро. То есть у них вот там целая система. Я сказал, а они, ребята, им нас по одному отводят куда-то. Я говорю, никуда не ходите. Лежу опять витву куда-то убереги. Что вы делаете? Это задача сатаны сеять как пшеницу. Не с места. Я требую, то состав как начальник поездки требует полного подчинения. Прекратилась игра. Все. Небо сотрясается. И вот здесь мы стали. И вот здесь дальше все это пошло. Они приходят, куда-то заводят, приходят, спешим, говорят, сегодня того на вахте нету, который там именно с химией берется. И они, глядя на нас, просто видно, что ужимались все. И когда выезжали, двух турчанок Бог дал таких, которые стараются чем-то нас угостить. А там сидят, которые фиксируют машины проезжающие в этих кабинетах. В кабинете их так-то. Мы им подарили по одной книге. Мы привезли им воду пить. Не распечатанные бутылью. Тут уже распечатали огромную бутыль. Дают нам со своих стаканчиков, новые стаканчики отдельно. Это турчанки. Они очень добрые. Даже горящим угостили. Вот Николай идет. Посмотри на него. Живой. Посмотри. Главная фигура нашего путешествия. Мир тебе, брат. Я уже вчера этот ролик выставляю. Смотрю, он бедный едет, жует этот батон, сидит за рулем. Он у вас самый героический. Это мы ночью, ночью выспали, Игорь Михайлович, ночью Виктор снимал. Своя домрель. По Турции мы доехали. Вот понимаете, как, открывается новое. До меня ходили в Афинах, столица Греции, там никого не разговаривает даже. А мы заезжали, где турки, более наравирующие, чем афиняне эти. Афиняне, по всему вижу, что вы набожные, язычники. Павел пишет там. А тут поехали мы. Все, и книги приняли, и все, сфотографировались, и видик сняли. Личное присутствие авторов, все решает. Буквально все. Сдвигает с места. Поэтому я не нужен. И тут в Афинах библиотек вот такие большие. Это Афины, да? В Афинах, это столица Греции. Павел говорит, афиняне, по всему вижу, что люди набожные, когда нам доказывался, неведомо у Богу-то. Это про них же говорится. В этом месте, город. Ну, это исторические места, где ноги апостолов шагали. Вот оттуда пытались переплывать. Нас проводили, посадили. Три часа езды только с нами поехал это Дмитрий Плотников, из Потеряевки они. А она гречанка, Марина, по им чуде. Ну, а дальше уже в поезде. Интересно, на корабле она там была как. Мы решили посмотреть сверху, а Николай остался внутри, с машиной, где поставлено, с собакой. Говорят, там нельзя оставаться где-то. Ну, а видим, другие остаются, остались. Мы, когда кверху поднялись, побыли назад, тю, а туда эсканатор поднялись, все, перекрыто, нигде нету. Назад, походу, нет, нас отрезали. Мы наверху, где там каюты, где залы, где кино смотрят. Это корабль, сам настоящий Титаник. А назад хода нету, теперь Николаев позвонить, телефона у Виктора нету, какая-то тайна. И что дальше? Видим лифт. Мы в лифт, зашли решили спустить. А лифт нас запечатал, теперь ограничено вот таким пространством и сидим там. Ну, вспомнишь фильм, день, а, Иван Васильевич меняет профессию, это Иван Грозный-то запер. И мы стоим там, значит, ходить по палу, ходить по залу, нам маловато было-то. Так мы в кабинку залезли-то. Давай молись, кое-как вылезли оттуда. Пошли просить, никак. Сказали через такое-то время, выпустили, чтобы запрали собаку. Ну, а собаку-то оказалось не забрать, а запечатать только одну. И она одна там 16 часов и не оправилась, ничего нету. А вокруг-то вывел я ее, он оправляться это не может, потому что твердое, он не приучен. Но все равно нас выпустили потом. Посмотрите, а это спецвыпуск номер 2. Вот. Я его сейчас хотел прочитать, если вы будете ролик ставить, я в журналах говорю, я тогда и не буду отдельно составлять его. У вас это записывается? Я записываю все, да. Вот это рассказать о нечеловеческой ненависти ко мне. Зря они так. Ничего у них не получится. Я для них не достигаю. Они опаздывают. Профессионально надо работать, опережать на несколько шагов. Они отстают от меня на несколько столетий, километров. Им никогда не угнаться. Они никогда не поедут с такой поездкой и только давать и давать. Они могут только брать. Вот сейчас Валентина спрашивает все утром, ну, чего вам сделать на дорогу? Ничего не надо, Валентина. Сухари есть, воды почерпнем. Ясное дело, что они уже покупают. Но у Жанны были, у нее ничего нету. На столе финики, купили прям финики на веточке. Финики на веточке. И хлеб достала, его только молотком разбивать, кое-как разрезали. Она перебивается, что для себя-то ладно, она гостей-то не ждала. Ничего нету. Я говорю, Жанна, я у тебя как дома нахожусь. И кусок в воду, и все. И Бог нас любит, мы не болеем. И пьем сырую воду по всей Европе. А тут воду, как в Рейне, они ее 3-4 раза пропускают. Оправляются в нее, потом в Нижнем городе ловят, ощущают, опять дают пить. Это, говорит, техническая вода. Я говорю, этот, который, как он, гриллся-то, выжить во что бы то ни стало, я его как-то забываю назвать. Вы знаете, который едет, то по пустыне он идет из спецназа английского, как выжить. Он убивает змею, кобру, голову отсекает, надо зарыть, показывает, как выживать. А потом от шкуры снимается, и вот у шкуры оправляется. Потесил, и теперь пьет, говорит, противно, говорит, но вода нужна. Нашел кал, кал слонов-то, и он его поднял, кал вот так выжимает, течет, там жижа, грязь, и он говорит, главная влага. Если влаги нет, кровь сгущается, ты умер. Берег костей, а он везде пообушил. Как-то у них было испытание, спецназ со своими курсантами выбросили, они не могли выйти, там 20 человек, все погибли. Спецназ вместе с инструктором. Очень серьезно все. А, он сам надо включить. Он же сам включился. Все, все. Так это, Татьяне Ильинич, низкий поклон. Мед только несколько дней назад доели, мы помаленьку. Ребята ели там, а потом мне говорят, доедай уже, раз именно с нами там не ел. И баночку оставили. От вас что брали, все сгодилось. В Афинах там наложили тоже, и в Лиссабоне, в Португалии, я попросил купить помидоры. А помидоры, вот как шары в бильярд играть. Твердые, твердые, шкура толстая, и можно, если так крепко ударить, можно человека свалить. И на мой ветки... Американские такие, да, помидоры? Да, чтобы не порчить, штук 10, видать, протараблено. и мы дали свои евро, они купили нам, но, может, ничего нету. Масло есть, нарезали у нас. Мы готовим так, помидоры, ну, когда наши, они много соку дают, помидоры нарезанные, лук репчатый нарезанный, два, третье, это соль и растительное масло, ничего, никаких огурцов. Вот. Это фирменное блюдо. Ну, а дальше хлеб и вода. И вот мы дорогу несколько раз делали. Не прожую никак, мулявлю, мулявлю, лакую. Вот так. Собака здоровая, везде готовят. Вот она сейчас сготовила уже. Ну, не везде, где бывает там. Игнатих, это промысел божий. Я вот, вы же просто не знаете, а тут идет такое, понимаете, тут движение, люди пишут, мне люди пишут, я людям пишу, тут день и ночь. За вас как там они? А там информации нету, а там что, а там что? И все друг у друга, знаете, вот так вот, такой шепот идет по всем. Так, передай поклон всем, скажите, нам очень нужна поддержка молитвенная, чтобы мы вернулись в Россию. И когда мы вернемся, это только начало работы начинается. У нас стоит первое, мы должны пройти на север, Мормонск, к Баренцевому морю. И дальше сам Петербург, и все ниже захватить. Нас приняли очень хорошо, это приготовили в Калужской области, там, это может не районный даже центр, большой контейнер морской. Все как надо. Я все выставил, все там люди смотрят. А, уже знаете, ну вот так. И тогда мы начинаем, мы должны посетить почти 120 городов и сел в это время. Там. Как это удастся? Но, там русские деньги хотя бы, мы же имеем деньги-то. У нас же большие деньги и имя не можем разменять, но помогли люди кое-как. Кое-как. Суешь деньги, они возвращаются. Инатихщий, а вопрос, у них наличкой не пользуются, все на картах, да, у них? Где на картах, сколько положили, мы бережем даже. На картах, карточка, можно и в России, видимо, где-то рассчитать. У нас есть на карточке, но и наличная. И поэтому, где скажет карточка, у нас карточка. А бывает наличная. И вот интересно, едешь, и такой, у дороги стоит сигнал, волны идут, радар. Иногда просто мы выехали, нас никто не видел, но подъезжаем, 48 евро сбладили. То есть, радар из космона нас выфиксировал с космоса, тут, как тихо, уже прямо в двери зашли. Да. Вот какая штука. А в Германии вот мы проехали, не взяли денег, нам Германия понравилась. А вот вы увидите, я там беседую, спросят, кто это там скачали. Вчера мы были в МЭЦ, город, там племянница моя, дочка моей сестры. И сестра приехала, Татьяна, тоже Татьяна, моя родная сестра. И зять, он работал, приехал, и немец, приехал в Афонзе, и там в каком-то учреждении работал, и там рядом моя племянница, и полюбили друг друга. Но они очень серьезные, она, мать, с родственниками наша поехала к его родственникам, разузнали все, потом их родственники приехали к нам, он принял крещение, он Ронни, теперь Роман, кланяется, все как надо, благословляет, вы увидите. Хороший парень-то. И сейчас родился, даже в воскресенье, мальчишку крестить Рафаилом, Архангел Рафаилом. Игнатич, я то забуду спросить, я сегодня вечером буду ролик обрабатывать, где вы с баптистами там, вот, а Марина сказала, что не выставлять, ну, их там, эти свидетельства, вот, но, а если свидетельства их не выставлять, тогда смысл не будет, как говорится, полного смысла. Нет, 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 а в этом кто говорил, что не выставлять, тут никто не командует, запомни это, все, что я отдал, все 100%, больше не спрашивай, все выставляет. Марина мне сказала, чтобы я не выставлял эти самые... Значит, о чем? Ну, когда они, баптисты, там свидетельствуют, исцеляли их там. Ну, еще. Ну, она говорит, не надо выставлять. Ну, она говорит, не надо, а в чем не надо, причина-то в чем? Да, я не знаю, а если не выставлять, тогда и смысл теряется. Переспросить можешь, но выставлять. Это ролик наш, я его снимаю, это мне принадлежит. И команда здесь не надо, я могу расспросить, почему. Ролик получился очень сильный. интимное где-то, то я и там, понимаю, не выставляю. Нет, выставлять я буду по-любому, ролик будет очень сильный. Вопросов нет. Они, никто не решает, запомни это. Чудо. Что-то Марина говорила, кто-то из Селяина, и Баптисты, что-то она не согласна, что выставляет. А в чем речь-то идет? А, ну, когда вы говорили, и там речь шла о том, что дочь, вот, которая стояла рядом с вами, вы стояли, и вот здесь она с ребенком сидела, с девочкой. А, так Марина, не это, куим-чуди, в Афинах? Ну, я не знаю, где в Греции, где там в Афинах. Это в Афинах, в Греции, столица Греции. А, я не понял, вторая Марина-то на пути-то. Жанна, я за Марину посчитал. Никого не спрашивай выставлять, ничего там нет такого. Нет, это слишком длинное. Длинное, где она говорила, можешь не выставлять. Нет, я там все, я подгоню, чтобы смысл был, главное, чтобы смысл был. смысл был, только из-за длиноты, которой она говорила. Только и всего. Ну, какие баптисты? Да они не баптисты, ребята, уже дальше изобрели. Так что, ты совершенно свободен. она длинная, длинная, она упивается этим, вот выздоровеет, и она все об этом, дальше у нее ничего нету. Я могу этих Гастин рассказывать больше, чем она. А вы расскажете о том, как болели, надо их переслушать, пока сами не ляжем рядом с вами. Ну, да. Показал. А ролик, ролик, вот, вы там хорошо, вы понимаете, так вот, вдохновленно, рассказываете, допустим, о православии, о иконах, там, и о почитании икон, очень доступно, так вот. Будет очень хороший ролик, такой, смотри, мы. Вот мы вчера были у Жанны, позавчера уже, позавчера, и приходил священник, француз, и мы с ним беседуем там. Я ему задаю вопрос, это обязательно выставить, о Григории Ефимовича Распутине. Они все под влиянием этого гипноза масонского, о нем. Я говорю, это самая оболганная фигура, это пророк, большой пророк России. Это единственный человек, который четко и ясно говорил, если буду замешанным в убийстве моем особо царского сословиям, падет весь режим, и ты, царь, погибнешь. Если только дворяне одни, три года будет, он высказал все, это пророк, большой пророк. А, и более оболганной личности, чем Распутин, не было, и в 20-м столетии, можно до тысячи лет. Это задача масонская стояла, и когда приняли, это все уже известно. А вот священник не согласен, я ему все это сказал, но он присвоил мне, нам всего Христа недостаточно, а зачем-то Богородицу молиться? Достаточно. А зачем Николичу Дотворцу молиться, апостолам? Достаточно. Так не рассуждают. Я не молюсь, но я знаю, что это человек от Бога. Он единственный, раненый в живот, смертельно раненый был, выздоровел, и в это время успел дать телеграмму, папа, не надо мобилизацию делать. Илья Геев родной брат царицы говорил, не надо делать этого. Войну-то начал царь. Где воевали-то? На чужая территория-то. Потом уже на Россию перекинулось. А царь погубил Россию-то. Он ее погубил. Это надо сказать. Но он принял мученическую смерть и для меня он святой. Это был никакой царь. Совсем. Да разве Петр Первый допустил бы, чтобы какие-то революционеры... Он бы их всех... Или Иван Грозный. В эту ночь перевешивал. Ночь длинных ножей, алмазных, говорит. И кончилось. Знаете, а вот вопрос такой. Ну а почему вот никакой? Он же... Все-таки он поступил по православному уже. Да, по православному. Это я... Я и про это говорю. Но как царь. Он поступил как христианин. Он не повешал их. Столы бинтам отоделал. Вот определенная щетка. Что нужно говорить? Вот это конкретно надо сказать. Как царь он никакой был царь. При такой силе, мощи и сумел ее разрушить. Как он мог допустить? Десятки побегов делает Ленин, Сталин. Да сразу их повесило на там все. Как делал Петр Первый, Иван Грозный-то. Но он не сделал, потому что у него была вера. Он мягкой душой был. И поэтому Лев Тонсой его высмеивали. Я говорю о двух человеках. О царе Николае и о христиане Николае. Из христиан, как христиан. Это был лучший царь. Лучший. Но царем таким быть нельзя. Да. Так должен быть, как Петр Первый. Вот такой должен быть, как Бисмарк. Как Ричард. Николай тишайший. Лучшего и не было. Да. Да. Я вот про что говорю. Для меня он святой. До его канонизации я уже призывал его на помощь. Мое сознание его канонизировало. Со всеми его семействами и окружением. Независимо от того, что там, который труп был, который с ним не православный. Для меня они святые. У меня свое мнение есть. Но я никому его не навязываю, просто вам говорю. Что же еще хотел это самое... А, Игнатьич, снимайте видео с этим, с микрофоном, потому что едете в машине, когда звук плохой. Да, но мы идем там в ветер. Мы не знаем, где спрятаться. Вот в Мадриде были там и ветер. Ну, кое-как нашли за куток. Библиотеку показывали. Четырехэтажные громадные здания. В Париже, в Париже. В Париже, ребята? В Париже, да. В Париже виноват. В Париже. И он дает мне микрофончик, я держу, его пристегивается. Зачем мне держать? Я его просто держу. И везде ветер дует, а ветер-то отображается. Движение воздуха же записано. Нет, этот микрофон даже и на ветру будет хорошо ловить. Ну, ладно. На ветру. Мы сделали уже. Видите, подают. У нас другой аппарат его не присоединяет. А мы на двух работаем. Один быстро садится новый, а старый более длительный, у него два аккумулятора. Но у него нет этого присоединения. Ну, ничего другого нет. Но когда в комнате вчера были, там хорошие записи получились. Без всего. Ну, на той камере ролики гораздо хуже, конечно. На новой камере хорошие, качество хорошее. У нас выбора нет. Мы это понимаем, мы это знаем, мы просим просто принять это к сведению. Я тогда об этой циклотвеле, вот этой, которая, славянка, того, что хотел сегодня просто ролик составить, говорить не буду. Каждый найдет его. Вот. Думал, что заснять, показать, прочитать. Не надо, достаточно того, что наши фотографии, в каких центральных журналах они берут. Для книг. Книг берут. Какие книги. Как он у Марины Влади. Там вообще книга, она сделана, там, не знаю, какие тысячи вложены. Наши фотографии. Причем это из интернета берут-то. Не мы. Мы и знать не знали. Конечно. А крещение, тему сейчас подними, вот, залезь по крещению. Все в тазиках сидят, детей в тазиках мочат, там, там и крещение не найдешь сроду. Да. Но мы говорили, мы писали, материалы выпустили, дали. Больше ничего нельзя сделать. Я же от руки перепечатал, архиерею посылал. Я тогда в то время на один, на всю Россию трубил и трубил. А сегодня и патриарх о том говорит, строить купели надо, бантистерии, где нет этого, идите в другой храм пристите. Соболев не выходит, Юрий, на вас? А, нет, давно уже не видел. Ну, если увидите, поклон передавайте. Вот. Виктор, здесь рядом у меня сидит, покажись хоть. Я вижу его плохо, размазано. Здравствуйте, брат. Мир тебе. Вот. Ката наш за навигатором сидит, снимает. я скажу, корреспондент, как режиссер-то, дохленький. Если нет, кнёртый бог, он не понимает, где красивое, интересное событие есть. Сидит, глазами смотрит и забывший у него аппарат. И что ты сидишь-то? Он тогда начинает снимать суети. То есть, у него нету этой жилки пока, надо помолиться, чтобы он... Ну, как, папарафи-то? Они гоняются, они понимают, ловят, там вынырнул, сфотографировал опять под воду, ушел, а этот нет. Он доест сначала, рот оботрёт, а потом пойдёт снимать самолёт, который летел две минуты назад. А его там нету. У меня было однажды, стоят мусульманки, и, может, они не дают снимать-то, но мне охота их снять. Я стою напротив, говорю, а он идёт, сними скорее, они прямо рядом, и всё. Никаких. Почему? А он уже три шага шагнул к касте заплатить деньги, и пока он не пошёл, не заплатил он, робот, вернулся. А они уже давным-давно на той стороне дороги. Ну, издалека давай тогда. Я говорю, ты должен опережать события, ты должен делать всё быстро, профессионально, и чувствовать в это событие оригинальное. Его надо захватить. А он повесит, висит где-то, подобрать должен у тебя быть на шее. Вот, видишь, я говорю, он среагирует, видишь, он верующий. Уже стоит и снимает. И что я тебе говорю? Я ему говорю, для того, чтобы он лучше стал-то. Парень-то наш, хороший. Но вот этого нету. хорошие, все хорошие, Игнат Тихович. Это самое, я же говорю, вот так сейчас попробую, собери, как вот, говорится, будете искать от моря до моря вот таких проповедников, вот таких вот путешественников. Мы прошли от океана до океана, от Тихова до Атлантического, до Атлантики. Теперь нужно закончить Баренцевым морем. Захватить Мурман, чтобы не говорили, что мы ищем тёплые места. А дальше по России. И тогда будет от моря до моря. Мы чёрное море, это граница наша, и с южной стороны обошли. Чего они думают? Это Украина нам помогла. Они, Николай Леонов, ну чё, жалостыка в душе, такая беда. Но слова, которые я ему говорил, они сегодня звучат не на уровне обыкновенном, это слова, которые тянут на пророчески. Я говорю, ты погибнешь в этом. Этот ролик, я вот сделал ролик, уже просмотрел около 4 тысяч человек. То есть ролик очень популярный сейчас в интернете. Ну, конечно. Потому что этот человек был известен, и при том это было при нём при жизни. Сегодня могут клепать, хорошее или плохое экономизировать. Я говорил человеком живым, который мог изменить ситуацию. Но я говорил, кто его сделал таким? Это сделали его его руководители. Защищай, ну защищай. Себя нету, Украина осталась. Кто её защищать будет? Важно, что люди на это видео смотрят не как на пророчество, а как на истинную, духовную, такую, знаете, вот цель, как говорится, исправлять нужно себя внутри. Да. Ну, так есть. Вот так. Какие, может, нам наказы, от кого были? Да нет. Какие наказов? Нет никаких. Вот. Тут какие наказы? Тут молятся люди и переживают. Ночами не спят. Я же говорю, мне по ночам заходят и спрашивают, нет информации никакой. сегодня часа в три или в четыре утра уже человек, что там за Инат Тихонович, не слышно ничего. Я говорю, ну тебе не спится, вот ты Инат Тихонович ищешь ночью. Инат Тихонович, ну что там, хозяйка уже, наверное, за стол зовёт, да? Она вот уже всё там, у меня, говорит, остывает совсем. Ну что, кто участвует, кто молится, низкий-низкий поклон всем. Нам это, главная помощь. В чём этот ответ? Мы умеем жить, с худостью, умеем в изобилии. У меня хозяин очень рад. Постирать надо, что я постираю. Я постирал, а тоже на себя надел всё. Я говорю, нам не высохнет. Я говорю, один платочек поеду и машу им платочком. Что такое? Она не догадается. Я сушу его на ходу. А остановлю она мне, как у солдатов в окопах. В окопах. Вот интересно как. Мы подготовлены к этому. Предыдущим нашим житиям. И хватит уже смерть в житии. Ну вот, едем. И встречи Бог устраивает. Жанну Бог дал на пути. Она для нас тоже много сделала. Так, всё. Всё. Всё, как он вышел. Ну, я не знаю. Игнатий, ну всё, всё, тогда отключаемся. Может быть, созвонимся ещё потом. Сергей, мы пошли обедать, ладно? Да, всё. С Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Продолжение следует...